Всем привет! Вы на канале ТопАрми. С-500 Прометей. Новый зенитный и противоракетный комплекс большой дальности, недавно разработанный в нашей великой и могучей. Его можно рассматривать как усовершенствованную версию С-400. Его разработка началась в 2002 году. Разработан компании «Алмаз Антейн». Эта система также упоминалась как «Триумф М». Ожидалось, что испытания прототипа начнутся в 2015 году. Сообщается, что первоначальное производство С-500 началось в 2017 году. В других сообщениях в 2019 году было подтверждено, что первоначальное производство С-500 началось. Первоначально эту систему планировалось ввести в эксплуатацию в 2020 году, однако проект отставал от графика. В 2019 году было объявлено, что испытания этой системы ПВО начнутся в 2020 году. В 2021 году были опубликованы кадры, на которых С-500 успешно поразила высокоскоростную баллистическую ракету. В том же году некоторые российские военные сообщили, что официальные испытания этой системы завершены. Первые системы С-500 были поставлены на вооружение в 2021 году. Также было объявлено, что вторая партия этих систем будет поставлена на вооружение в 2022 году. Это подряд серийные системы, которые еще нужно протестировать и улучшить. Первые комплексы С-500 были развернуты под Москвой. Они защитят Москву и прилегающие районы от обстрелов баллистическими ракетами. В 2022 году было объявлено о начале серийного производства системы С-500. Россия планирует разместить 10 дивизионов ракет С-500 в течение следующих нескольких лет. С-500 это не модернизация С-400, а новая разработка. Он использует много новых технологий и превосходит С-400. Он был разработан для перехвата баллистических ракет. Планировалось иметь дальность 500-600 километров и поражать цели на высоте до 40 километров. Некоторые источники утверждают, что эта система способна споврождать от 5 до 20 баллистических целей и перехватывать от 5 до 10 баллистических целей одновременно. Он может прорезать баллистические ракеты, летящие со скоростью 5-7 километров в секунду. Сообщалось также, что эта система ПВО также может нацелиться на низкоорбитальные спутники. Планируется, что С-500 прикроет Москву и регионы вокруг нее. Он заменит существующую противоракетную систему А-135-Нудоль. Ракеты С-500 будут применяться только по наиболее важным целям. С-500 будет нести различные ракеты. Эти ракеты будут иметь разную дальность и будут использовать против разных целей. В 2009 году к испытаниям была готова ЗРК большой дальности 40Н6. В 2021 году во время испытаний прототип высокоскоростной баллистической ракеты была запущена еще одна ракета, которая может быть 77Н6. Некоторые источники также сообщают, что система С-500 может обнаруживать баллистические ракеты на дальности 2000 км и боеголовки баллистических ракет на дальности 1300 км. Эта система может поражать баллистические ракеты до того, как их боеголовки снова войдут в атмосферу. Эта система имеет короткое время реакции. Сообщалось, что С-500 может запускать ракеты в течение 10 минут после полета. Также его можно рассматривать как живучую систему, так как после пуска ракет он может ненадолго передислоцироваться. В 1980-х годах Советы уже использовали эту философию «стреляй, убегай и прячься» в системе ПВО С-300В. Система С-500 очень мобильна. Все оборудование будет перевозиться тяжелым высокомобильным грузовиком. Пусковая установка с ракетами обозначена как 50П-6. Базируется на тяжелом шасси повышенной проходимости БАЗ-6909-60 с колесной формулой 10х10. Два командных пункта планировалось разместить на базе грузовика БАЗ-69092-12 с колесной формулой 6х6. РЛС-обнаружение и управление боем планировалось буксировать тягачом БАЗ-6403 с колесной формулой 8х8. Еще одно РЛС-обнаружение планировалось установить на шасси БАЗ-69096 с колесной формулой 10х10. Многорежимную РЛС-поражение планировалось также установить на грузовике БАЗ-6909-022 с колесной формулой 8х8. РЛС-противоракетной обороны планируется разместить на шасси БАЗ-69096 с колесной формулой 10х10. Все эти машины обладают хорошей проходимостью по пересеченной местности и могут работать в условиях бездорожья. Варианты С-500. Это Абакан, еще одна российская система противоракетной обороны. Впервые она была публично представлена в 2020 году. Она называется 98Р6Е Абакан. Буква Е в обозначении говорит о том, что она разрабатывалась на экспорт. Судя по внешнему виду, Абакан может быть упрощен экспортной версией С-500. Его пусковая установка 51П6Е2 также базируется на специальной колесной шасси серии БАЗ-69096 с колесной формулой 10х10. Он несет две ракеты. Абакан использует ракеты 9М82МДЭ. Они могут прожать цели на дальности до 30 км и на высоте до 25 км. Эта система эффективна против тактических и баллистических ракет малой дальности. Однако разработчики утверждают, что Абакан никогда не предназначался для защиты от межконтентальных баллистических ракет. С-550. Эта система противоракетной обороны. Это производная от С-500, предназначенная для борьбы с баллистическими ракетами и орбитальными беспилотниками, такими как американский Х-37, способными нести ядерные боеголовки. Эта система не будет поражать другие цели, такие как самолеты или ракеты. Ну и конечно же С-1000. Поступали различные сообщения о том, что в России также разрабатывается система С-1000. Возможно это модификация С-500, хотя по этой системе очень мало информации. А что думают зрители канала Топ Арми по поводу С-1000? Поделитесь своим мнением в комментариях под видео. Но на этом выпуски от канала Топ Арми не заканчиваются. И чтобы не пропустить следующий выпуск, надо проявить недюжую смекалку и найти кнопку подписки. Также не забываем подписываться на наш канал в Телеграме, там очень много интересной информации и вы будете в курсе всех новостей, что происходит в мире. Подписывайтесь, ссылка будет в описании или закреплена о канале на главной странице. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока!